Всем здравствуйте, мои дорогие друзья! На дворе у нас, наконец-то, хорошая погода. Май месяц. Только ветрено сегодня, но ничего страшного. Еле доехала до этого поля. Машина греется, температура 110. Сейчас остановилась, радиатор холодный, а машина нагрелась. Надо менять термостат. Загонять на остылочку, чтобы отремонтировали мне машину. Всё, доездила. Но ничего. Это всё поправимо. Отремонтируем и будем с вами гонять на поиски клада. Смотрите, приехала. Думала, здесь перепахали, ничего не перепахали. Но трава прилегла. Поиск сегодня будет, конечно, затруднён, потому что большой слой травы. Но попытаемся что-нибудь найти. Побегаю. Смотрите, друзья, что я нашла. Это моя первая находка. Смотрите. Целенький колокольчик. Впервые нахожу целый колокольчик. До этого откопала несколько железёчек. Пошла вот дальше. Там я не снимала. Там показывать нечего. Классно. Что-то написано. С надписями. Так, надо В общем, смотри. Сейчас я почищу и посмотрим. Вот такая у меня первая находка. Наконец-то, друзья. А то хожу-хожу. Здесь уже всё похоже на так хорошо. Конечно. Ямки где закопаны, где не закопаны. В общем, на совесть кто-то ходил. У кого какая совесть. Кто заронял, кто нет. Я копаю, а люди уже выкопали давно и бросили в траву. И приходится снова копать. В траве не видно. Копаешь-копаешь, а оно оказывается на поверхность. Если выкопали, друзья, так собирайте в карман, чтобы потом другим не копать. И сами пойдёте. Снова эти же сигналы будете выкапывать. Так, красота. Выбрала землю. Внутри уже, видите, всё отломилось. Я стукнула, там цеплялочка отпала. А здесь вот очень даже, очень всё красиво пропечаталось. Номер 6. Ну, знаете, сложно прочитать, но это каких-то ещё тех далёких времён с твёрдым знаком. Дома прочитаю. Ну, здесь вот можно понять немного. Пурих. Пурих. Не знаю. Номер 6 Пурих. И вот здесь ещё какая-то фамилия. Так, фамилия Клюякова. Клюякова. И Пурих. В общем, вот такой колокольчик. Прикольный. Займёт у меня достойное место в коллекции интересных вещей. Здорово, конечно. Как я рада. Кто бы знал. Когда первый раз находишь, очень-очень так интересно и радостно. Так, ладно. Продолжаем дальше. Сейчас я вот здесь вот покружу. Уже прорастает зелёная трава. На улице тепло. И трава быстренько-быстренько уже пробивается. Скоро уже здесь не походить будет. Надо успевать. Неподалёку ещё один сигнал. Невысокий. Но скачет. По крайней мере положительный сигнал. Рядом со всем. Копать, конечно, здесь неудобно. Было когда-то здесь перепахано. На камеру очень тяжело копать. Посмотрим, как получится. Или буду так выкапывать. Потом показывать. Так, что-то здесь уже как-то изменился сигнал. А, нет. Вообще хороший стал. 49,50. Неужели это 5 копеек? Потому что на рутусе 5 копеек. Так звучит. Что-то кругленькое. Кругленькое. Эх, эх, эх. Ну ладно. Положительная находка. Канина. Да ещё непростая, смотрите. Крутая конинка. Посеребрёная. Ух ты, как блестит. Может даже серебряная. Вообще классно блестит. Сейчас почистим. Может быть кто-нибудь богатый жил. У них на конской упряжи серебряная конинка была. Всё возможно. Сложно чистить, конечно, в полевых условиях. Немножечко вот почистила. Ой, ничего не вижу. И развернуться не развернёшься. Ветер. Блестит здорово. Ну, не знаю. Может не серебряная. Посеребрёная. Может быть. Но находка положительная и интересная. Украшение конской упряжи. Ямочка комрада. Ну, хоть заровнял за собой. А то здесь ям много и ничего никто не заравнивает. Так что здесь я уже не первая. Кружу, кружу всё. Вот здесь на этом месте. Всё кружу. И вот сигнал вообще глубокий. Смотрите, с такой глубины какой-то был сигнал. 73. Конечно, выкопали. Как не выкопать такой сигнал? В надежде на что-то хорошее. Керамика. Что-то уже рядом. Совсем рядышком. Что-то рядом. Ну, хоть бы монета. Одна копеечка. Одна копеечка 1915 года. Это у нас правление Николая Второго. Хорошенькая монетка. Хорошенькая монетка. Первая пока, но медная. Здорово. Если вас интересует приборный поиск, рекомендую магазин у Деда Мити. В этом магазине представлен широкий ассортимент металлоискателей и различных аксессуаров для поиска. У магазина много положительных отзывов от довольных покупателей. В магазине у Деда Мити есть система трейд-ин. Вы можете свой старый металлоискатель поменять на новый. При заказе металлоискателя не забудьте назвать промокод в поисках клада с Дашей. И вы получите скидку или подарок. Ссылка на магазин будет в описании под видео. Переходите, заказывайте. Я все не могу уйти с этого места. Сказочный сигнал у нас очень четкий. Так, где он? Чистый сигнал. 55-58. Да, конечно, вот эта трава так мешает. Жалко, что здесь не перепахано. Мне хочется копать. Вдруг уже здесь вот поисковик бросил. А я вот буду сейчас мучиться копать. Осколочки наверху валяются. Так вот не видно вроде бы. Покопаю, а находка сверху валяется. Ее не видно. Выкопал и тут же бросил. Не знаю, что такое. Для чего так себя ведут. Ой, там железо. Так. Зашкаливает. Перегруз. Теперь, друзья, свой сигнал не найдем. Рядом крупное железо. Перегруз идет. Неужели это от этого? Сейчас проверим. Блин, жалко. Так. Там что-то. И здесь. Да. Все гудит. Сигнал-то был четкий. Ой, тут вон что. Что-то мешает нам. Здесь какая-то железяка. Большая. Тяжелая. Ой, вот эта вот штука. Неужели это на нее так... Здесь был перегруз. Ну-ка я сейчас проверю. Может мы сейчас найдем свой сигнал. Неужели это на него так подальше? Все, тишина. Это была железка. Жалко. Друзья, у меня уже дрожь в коленках. У меня такой сигнал. Супер просто. Сейчас. Либо это какая-то железяка, конечно. Либо монета медная. И не просто медная, а крупная. Восемьдесят три, восемьдесят шесть. Ой, хоть бы монета крупная. Хоть бы, хоть бы. Все кружу и кружу здесь. А зачем ты? Как ветер. Хоть бы не повредить. Но хоть бы монетка. Дедушка Хабар, пошли мне монетку. Я тебе сейчас конфетку дам. У меня две конфетки с тобой. Деду Хабару. Мы с ним друзья. Если он мне сейчас монетку, я ему вкусную конфетку дам. Эх, это не монета. Медяха какая-то. Ой, блин. Что ж такое? Жалко. Это не монета. Я так надеялась. Но все равно придется. Это я дедушке Хабару конфетку не положила. Скажет. Вот, шиш тебе монеты крупные. Не дам. Две конфетки у меня. Шоколадные. Скажет. Ты мне конфеток не даешь. Ну, сало я не ем, поэтому там рады, как подписали. Что твои конфетки? Кусочек надо сало. Но у меня сала нет. Я его не ем. Так, все. Все, эту штучку мы забираем и ямку свою закрываем. Все, дедушка Хабар, мы тебе конфетки, а ты нам монетки. И побольше, поинтересней. И это гнездышко. Кто-то уже формирует. Натаскивает веточек. Какая-то птичка готовится стать мамой. Так. А у нас за этими кустиками был сигнал. Сигналы здесь очень глубокие. Снимать не стала, как выкапывала, потому что одной рукой мне, друзья, здесь не выкопать. Надо двумя руками. Сил не хватает. Это не вспашка, но сигнал хороший. Четкий сигнал. Конечно, стоит его выкопать. Без сомнений сигнал. Где-то вот здесь. Сейчас проверим. Найдем. В основном железо, конечно. Все подсобрано. Опоздала я. Как всегда. Но здесь, ух ты, кто-то приезжал ранней весной. Я сюда не ездила. Две копейки. 1926 года. Красивенькая монета. В сохране. Желтенькая-желтенькая. Как солнышко. Кто-то писал в комментарии. Я совет нашла и говорю. Ой, золотая монета. А там женщина пишет. Ой, а почему? Она такая дешевая. Она же золотая. Ну, это из какой-то другой страны мне писали. Не из России. Я говорю. Да это я так. Просто сказала, что это золото. Это не золото, конечно. Так называю. Цвета золота. Золотая монетка. Ну, ладно. Продолжаем дальше. Копать, искать. Светит солнышко. Очень сильно ярко. Но все в дыму. В нашей области очень много пожаров. Потому что стоит сухая погода. Дождей нет. Тепло. Трава вся высохла. И горят леса. Поля. Сигнал 3641. Здесь таких мало на поле. В основном одно железо, конечно. Раскопала я сигнал наш. В этом комочке. Где-то, где-то рядышком. Это близко. Хоть бы не пробка. Так не хочется эти пробки копать. Кто бы знал. Корешки, корешки. Ну-ка это что? Ой, друзья. Это у нас опять 25. Какая-то штуковина. Цветная. Звучит хорошо. Все спрашивают, как найти места для поиска. Смотрите, как определить, где стояли дома. Вот здесь все заросшее крапивой. Сейчас, конечно, она сухая, полегла. Но пробивается. Здесь все-все-все-все заросло. Здесь почва хорошая, плодородная. Удобрялась жителями. Поэтому вот здесь стояли дома. Это вот сразу видно. Здесь мы вот сейчас и походим. Трудновато ходить, конечно. Но вот видите, все заросшее крапивой. И она уже пробивается. Очень хорошая почва. Плодородная здесь. Вот здесь и надо искать. Хоть тяжело, но надо ходить. Все сокровища в крапиве. Вот бы здесь походить, когда перепахано будет. Здорово. Много будет находок. Сразу нашел тут древний ножичек. Ручка, естественно, уже сгнила. Деревянная была. Железяка осталась. Но мы такой не берем. Смотрите, какая плодородная земля. Очень хорошая земелька. Мягкая, пушистая. Продвигаюсь спокойненько по этой траве сухой. А там большая птица. Я вообще, у меня даже металлоискатель выпал из руки. Представляете? Она крыльями взмахнула. Я чуть не упала вообще от страха. Мне просто не то, что птица испугалась. А от неожиданности она крыльями взмахнула. Но это надо было, конечно, видеть. Пока камеру доставала, она уже, естественно, улетела. Ой, ужас. Идешь так, ни о чем не думаешь. Бац, птица здоровая. И сигнал. Трестных сигналов и здесь мало. В основном только железные сигналы. Такой же большой слой кропивы. Сухой. Так. Не знаю. Могу я выкатывать, не смогу. Но попытаюсь, по крайней мере. 50-51. 49. Показывает прибор. Кропива здесь растет хорошо. На такой земле еще бы. Не расслабо надеть, конечно. О, смотрите. Какой-то след, друзья. Смотрите. Может, монета была? Не знаю. Монеты не видно. Только след. Хоть бы монетка. Где-то здесь пикает. Пикает, пикает. Ну, хоть бы пятачок. 50-51. Это же пятачок. След есть. Значит, и находка. Ух ты, точно, друзья. Точно. Безошибочно. Вот она, красавица монета. Советского периода. Ух ты, сохран. Замечательный сохран. Если след остался, и монета где-то рядом. 5 копеек 1940 года. Здоровская монета. Очень симпатичная. И супер дорогая. Миллион рублей стоит. Ого. Хорошая монета. 71-72. Хороший сигнал. 71-72. Хорошенький. Забрелая. Зебрила. Противы. Так. Ой, меня сдувает. Просто. Просто сдувает. И наш сигнал. Лопата мешает. Где-то. Выкопали, не выкопали, не выкопали сигнал. Вообще непонятно. А это вот здесь. Но пока не видно. Сейчас посмотрим. Тишина. Ух ты. Вот и тишина. Смотрите. Выпала монета. Непростая. А серебряная. А серебряная. Ура. Ура. Друзья, ура. Это вообще супер. Да. И червячок рядышком. Охранник. Плохо ты охранял? Серебро свое. Ух ты. Какая шикарная монета. Шикарная здесь. Зашла. Кто бы мог подумать. В крапиве. Искать здесь, конечно, сложновато. Потому что толстый слой крапивы. Сухой. Целая подушка из этих палок. Но сигнальчики не так глубоко, в принципе. Вот видите. Не глубоко лежала монета. Прибор зацепил. Это здорово. О, классно. Слишком не получилось ее очистить. Очень позеленело серебро. Но видно, что это 20 копеек 1914 года. Правление Николая II. Серебряная монетка. Рельеф. Просто замечательный рельефчик. Очень хорошенькая монета. Вот это, да. Вот вам и крапива. Как вам показать рельеф? Получше. Вот. Вообще шикарная. Шикарная монета. Как можно было потерять серебряную монетку. Ну, теряли люди. Теряли. Очень много чего теряли. Эмоции зашкаливают. Когда находишь серебро, это вообще чудо. Просто радуешься находке. Ну, а как не радоваться? Это же серебряная монета. Это вообще классно. Круто. Очень круто. Так. Бери, говорит, с собой тряпку, щетку и водичку. Это у меня всегда, друзья, со мной. Помощники всегда со мной. Все у меня в сумочке. Всегда с собой беру. Чищу на поле монетки. Ямку свою заровняла серебряной монеткой. Прошла вот сюда дальше. Сейчас убрала крапиву. Потому что у меня там идет сигнал. Тоже четкий. 49, 50, 51, 52. Сейчас мы здесь накопаем, друзья, монет. Может быть, место не хуже, но... Проверим сейчас, что у нас здесь. Золото у нас, конечно, здесь. Бриллианты. Где? Где наш сигнал? Что-то там шуршит. Это не монета. Это конина. Украшение конской упряжи. Сигналы четкие. Хорошо слышны. Вот такая у нас находка. Правда, погнутая, видите. Сигнал у нас дошкаливающий здесь. Как будто медный сигнал. Ну, тут в этом месте столько сигналов. Вообще много. Не знаю, что и копать. Давайте этот выкопаем. Самый высокий сигнал. Потом посмотрим. Другие выкопаем. Сигнал-то был хороший. Но ничего интересного такого. Видите? Сигнал очень хороший. Это у нас был замочек. Римскими еще указано. Двенадцатый замок. Склад поди здесь какой-то был. Кирпичики пообсыпались. Стояли дома. Склады. Ну, кто его знает. Что-то было здесь. Где замок нашли, здесь я заровняла. Рядом у нас еще был сигнал. Сейчас тоже попробуем выкопать. Может быть продолжение этого замка. Верхняя часть. Это уже что-то из другой серии. Смотрите. Это какой-то треугольник. Железяка. Ну, ладно. Проверили. А то думаю потом ходить, что здесь было. Выкопали, узнали. Стала копать. Думаю, что там вообще как железо упирается. Уже май месяц земля до сих пор не отошла. Только на штык лопаты. Там уже лед. Вообще лед вон. Дубовое. Все. Здесь что у нас было? Примитивная пряжка. Била хорошо, как монета. С непривычки уже устала. Большой перерыв. И все, уже устаешь. Отвык. Копать уже как-то все тяжеловато. Зиму отвыкаешь. Кирпичи тоже. Или что это? Ой, кости. Думала, кирпич это кости. Вообще, какой-то сигнал у нас. Может, 10 копеек? Или копейка советская? А, нет, что-то там прилетает. Скорее всего, это не монета. Это ерунда. Ой, что это? Какой-то пестик. Это пестик. Что-то так чук-чук-чук-чук. Тяжелый пест. Кто знает, что за пестик? Что им толкли? Тяжеленый. Прикольная вещь. Старинная. Взять бы ее с собой. Тяжело, наверное, таскать. Вообще тяжело. Потом мышцу так вот. Качать можно мышцу. На дорогу, наверное, ее закину. Потом поеду и заберу. Так что это какой-то пес, друзья, да? Подсказывайте, куда его использовали, что толкли. Чук-чук-чук-чук. Ну, пестик какой-то. Или что? Специалисты подскажут. Ушла я с того места. Думаю, пойду по дороге. Может быть, тоже будут какие-нибудь сигналы. Дорога здесь, конечно, уже покупана хорошо. Откопала я здесь сейчас вот такую штуковину. Положила в карман. Думаю, до машины дотащу. Так, и сигнал был слабенький. Прошли его. Не захотели копать. Это маленькая конинка. Малючка. Ой. Маленькая конинка. Украшение конской упряжи. И рядом здоровенный клык чей-то. Зубастая какая-то. Бабайка ходила здесь. Ямки не закопаны. Кто-то шел по этой стороне. А я иду по левой стороне. Здесь как-то ямок нет, наверное. С одной стороны кто-то прошел. И сигналы идут. Грубовато сигнал. 13, 14, 15. Но стабильный. Что-то, наверное, совсем маленькое. Малюсенькое, прямалюсенькое. Пин у меня отключился. Надо пин менять. Все. Выходит из строя. А у меня сразу какой-то неудачный был. Все время глючил. Четко взяла я. Прямо в цель попала. Прямо в цель. Что-то не видно. Ой, е-мое. Что-то маленькое совсем. Вот здесь что-то. Монетка. Монета, друзья. Маленькая монетка. Сейчас почищу, посмотрим, что за монетка. 10 копеек. 1953 года. Последний год правления Иосифа Сталина. В 1953 году он умер. Как-то видео у меня вышло. Все. У меня попадались сталинские монеты. Я говорю, сталинская монета. А Сталина уже в этом в этот период уже не было. И Сталин не там. Да я вот знаю, что в 1953 году уже последний год правления Сталина просто оговорилась. А люди уже сразу ту-ту-ту-ту-ту на меня там. Ой, ужас. Оговорилась. Я уже сколько раз рассказывала и про Сталина, и годы его правления, и все на свете. Ну, бывает. Говоришь, говоришь. и вот заговоришься. Потому что в основном сталинский период попадается. Поэтому так вот все, Сталин, Сталин. И сказала, что сталинского периода солнышко у нас красное-красное в тумане. Вот что значит никто здесь не ходил. В этой стороне глубокий такой сигнал, четкий был. Так. Два сигнала здесь даже. сейчас мы найдем и тот, и другой найдем. Это, наверное, проволока была. Нет. Пик-пик-пик. Монетка. Ой, это ходячка. Наверное, поисковики потерял когда-то. Шел по этой дороге, искал монетки и потерял 10 копеек. черненькая уже монета. Так, что здесь еще? Какой-то сигнал. Нет, все, тишина. Четкий 20, и это конина. А я копаю, а она где-то лежала сверху, потому что засохшая. Яма на яме, смотрите. Ничего не закопано. Недавно копали. А у нас рядом сигнал. Четкий сигнал. 65. По центру дороги пробежались и все. А я иду с этой стороны. Сигнал, сигнал и все. Что это такое? Не монета, но все же в крайней мере било, как монета кольцо. Сейчас был глухой и неглубокий сигнал. Посмотрите, немножко я буквально землю сковырнула глухой, глухой был звук. Можно такое не копать. Как железо. А здесь, смотрите, что. Маленький, маленький кресток. Целенький. Детский крестик. Вообще на поверхности, можно сказать, лежал. Помыло крестик. Такой симпатичный. Сейчас вот думаю, крестик-то малыша, а малыша уже давно в живых нет. Подзатертый. Видите, долго носили его. Молитвы уже подзатерлись, но в целом хороший крестик. Так. симпатюлечка. Возьмем мы его с собой. Не будем малыша оставлять. Это святое дело. Боженька нас сегодня перекрестил. Забрела траву. Вон моя машина стоит вдалеке. И сигнал. Чуть подальше поисковик ходит. Сигнал. Вообще сказка. Сказочный сигнал. 84, 85. Что-то прямо так хорошо бьет нежно. Как будто медная. Сегодня у меня уже был сказочный сигнал. Я тоже говорю, ну, сказочный просто сигнал. А там была крышка медная. Как будто крупная медная монета. Хоть бы на этот раз не подвел их сигнал. Хороший сигнал. Хороший. Держит наш сигнальчик. Где-то вот здесь спрятался. Нет. Ух ты, на ребро встала монета. Смотрите. На ребро встала монетка. Большая монета. Ой. Ух ты, немножко я ее лопатой чуть-чуть задела. Ну, да ладно, не страшно. Ух ты, какой троечок. Медный. Слышно, конечно, такой сигнал. Очень красивый сигнал. Большая медная монета. Вот это, да. Вот здесь вот, видите, ходить неудобно. выбираю такие залысинки, можно сказать, где трава полегла чуть-чуть, посильнее. Здесь и хожу, потому что вообще невозможно. Думаю, похожу здесь, там-то уже все, люди прошли. А вот в таких гибрях мало кто любит ходить, потому что, ну, как тут ходить? Уроки, как у кочегара уже. Это у нас 3 копейки 1913 год. правление императора Николая Второго. слегка ее шорпнуло, конечно, лопатой, но ничего страшного. Это для себя копая, не для кого-то пойдет. Вот и в дебрях можно найти хорошую монету. Сейчас еще здесь похожу, поисковик там по вспашке ходит, а я здесь в зарослях хожу, крапивы. здесь крапива, еще какая-то высокая трава растет. Поменяла я место поиска, и вот видите, конинка, большое колечко попалось от конской убрыжи. Заравняла свой сигнал, там у меня была конинка, прошла чуть дальше, еще сигнал, ну такой, и ну я такие сигналы копаю тоже, потому что мало цветных сигналов. Вдруг что хорошее надо с вами. Плеснуло, по-моему. Копейка, что ли? Точно. звук копейки. Это уже не перепутаешь. Эх, маленько в окислах, жалко, с одной стороны. А с другой стороны красавица. Одна копейка, 1933 год. Правление Иосифа Сталина. Слегка в окислах, конечно, но все равно приятно. 1933 год было уже давным-давно. сколько она лет здесь пролежала. Ой-ой-ой. Еле-еле был слышен сигнал. Не знаю, сейчас я что-то выкопала уже. Не знаю пока что, но сигнал стал очень хороший. а то еле-еле-еле-еле-еле-еле-еле вот там чуть-чуть-чуть пробивалось. А, сейчас вообще хороший высокий сигнал. 74 четко бьет. Вот это, да. Сейчас может быть бац и монета. сходь бы монета. Я уже домой так-то собираюсь. Иду в сторону машины. Сходь бы монетка. Порадоваться перед отъездом. Так, не видно. Что-то еще в руке. в ожидании. Ничего не чувствую я. Ух ты! Смотрите, ребята, монета! Ура! Монетка какая-то. Какая-то монетка откопалась. Сейчас мы ее посмотрим. Ух ты! 15 копеек. Смотрите, 15 копеек. Классно. Не нашли глубоко. Тут уже так-то все в ямах. Очень глубоко. Еле-еле-еле. Еле-еле. Поэтому можно было и не копать. Но я уже иду. Сигналов нет. Думаю, выкопаю я. Сейчас посмотрим. Год круто. Во! Немножко я ее смогла только очистить. Это у нас 15 копеек. 1925 года. Вот видите. Опять монета сталинского периода. 1925 год. Серебро 500 пробы. Вот так круто. Советское серебро. Это мы дома все почистим. В нашей таре все быстренько отойдет и будет новенькая монетка. Рельеф космический просто. Вот это да. Птички поют. Красота. Ветер стих. Солнышко уже тоже село за облака. Не видно его уже. Хорошо так стало. Даже уезжать не хочется. Как же хорошо. Насиделась за зиму дома. Сейчас прямо хожу. Свежий воздух. Легкий ветерок сейчас. Приятный такой ласкающий ветерок. так хорошо друзья. Выбирайтесь на природу. Пока есть возможность. Что у нас в итоге получилось. Монеты вы видели все мои. Что я там нашла. Все вы видели. Железки я не показывала кое-что. Накопала древний топор. Вот эта штуковина. Толкушка какая-то тяжеленная. ужас. Еле дотащила ее. В рюкзаке сломанный замочек. Древняя лопата. Вот такие железки. Много разной мелочевки цветных сигналов. Откопала серебряную цепочку гигантскую. Целенький замочек еще. Не старинный, но все же. И куча всякой сопутки еще. Всякой мелочи. Много пришлось копать. К сожалению, монет не так много. Но две серебряных монеты я сегодня нашла. Целый колокольчик, крестик. И в общем все видели сами. Монетки есть. И это радует. Что еще надо? Все есть. Здорово. Походила, отдохнула. Хочется всем пожелать, чтобы в жизни было как можно больше света, любви, человеческого тепла и взаимопонимания. Всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мое новое видео. Увидимся в четверг. Пока-пока. Сейчас еду и ежик перебежал мне дорогу. Остановилась. Думаю, ну-ка посмотреть. Давно уже ежиков не видела. ой, какой ты колючий. Ну-ка. Ой, тю-тю-тю-тю, какой хороший. Звуки издает. Тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух-тух. Что какие у него иголки? Колючий, свернулся, боится, пыхтит там, отпугивает меня. Что-то я боюсь даже его руками-то погладить, как скотчет. Да, маленький, ты что боишься? Да кто тебя тут тронет? Все, беги, ладно, ежик, не будем тебя тревожить. Малышок перебежал через дорогу. Так можно наехать даже не заметить.